Трагедии в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде как повод для проверок в Ивановских торговых центрах. Перед Госпожнадзором поставлена важная задача – провести эвакуацию в каждом из 33 торговых центров города. Успеть до конца ноября. Добрый день. Учебная тревога в гипермаркете «Планета» возгорания и эвакуации людей из торгового центра. Куконковых 104, сам управляющий жидкофф. ТЦ, в которых продают строительные, а значит горючие материалы, имеют повышенную сложность. Для спасателей. Здесь важно сработать быстро. Народ эвакуировать в положенные нормативы. Четыре минуты на многоэтажное строение. Пожарные выходы не должны быть захламлены. Персоналу важно знать, что делать и ориентировать людей. Поток покупателей в торговом центре «Планета» огромный. Несколько тысяч за день может пройти через гипермаркет. Я имею в виду посетителей. И плюс рабочего персонала. Ну, в сотнях вычисляется, я думаю. Если все этажи взять. Да. Каждый знает свою роль, свое место, свои действия выполняет. И от четкости и слаженности выполнения этих действий зависит скорость эвакуации. Но количество жертв к нулю максимально должно быть сведено. По легенде учений, пожар произошел в техническом помещении. Пожарные проникают туда в считанные секунды и локализуют очаг возгорания. Сложность эвакуации объектов с массовым прибыванием людей, конечно же, большое количество людей, находящихся в торговом центре, совершающих покупки, занимающихся своими делами. Ну, ни в коем случае они не думают, что произойдет пожар. Конечно же, это внезапно происходит такое действие. И сложность заключается в том, что большое количество горючего материала в торговых рядах, которое может тоже воспламениться в случае возникновения пожара. В планете за безопасность отвечает инструктор по противопожарной профилактике. По этому проверку гипермаркет прошел на отлично. Огнетушители перезаряжены, пожарные рукава подключены, кнопки сигнализации исправны. Для персонала регулярно проводят тренировки, им читают лекции. Здание торгового центра еще оборудовано системой пожарной автоматики. Это автоматическое водяное пожаротушение. Есть у нас даже такое, то есть сплинкерная система, так называемая, может где-то слышали. То есть еще автоматически срабатывает и может тушиться в автоматическом режиме водой. Пожарные стараются проводить эвакуации не в часы пик, а рано утром, когда в торговых центрах немного народу. Горожан просят на проверку реагировать оперативно, не игнорировать звуки пожарной сигнализации. От этого в случае реального ЧП может зависеть их жизнь и здоровье. Мария Измирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.